За 2020 год за нарушение правил пожарной безопасности в лесах Свердловской области было возбуждено 87 административных дел. К ответственности привлечено 57 юридических и физических лиц с наложением штрафов на общую сумму около 640 тысяч рублей. Напомним, на территории области действует особый противопожарный режим. И нарушение правил пожарной безопасности в это время для уральцев может обойтись в сумму административного штрафа от 4 до 5 тысяч рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы от 20 до 40 тысяч рублей, юридические до 500 тысяч. Также на сегодняшний день в 43 муниципальных образованиях Свердловской области, в числе которых и Артёмовский городской округ, приказами местной администрации установлен особый противопожарный режим. Так, на днях в Артёмовском состоялось мероприятие, в рамках которого был организован облёт территории Артёмовского городского округа беспилотным летательным аппаратом. К проведению мероприятия сегодня были привлечены сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режеского Артёмовского городских округов, сотрудники 54-го отряда Федеральной противопожарной службы и сотрудники Росгвардии. В рамках этого мероприятия мы проводим облёт территории беспилотным летательным аппаратом с целью установления и пресечения противоправных действий, связанных с разведением различного рода костров и сжиганием мусора. По информации сотрудников 54-го ОФПС по Свердловской области БПЛА одновременно выполняют две основные задачи – патрулируют территории лесного фонда и населённых пунктов, снабжают информацией наземные команды пожаротушения. Оснащённый камерами дрон выполняет полёт и передаёт информацию оператору в режиме реального времени. Ответственность диспетчера – не только оперативно анализировать полученные фото и видео, но также следить за передвижением беспилотника, регулировать параметры полёта, скорость и направление ветра, удалённость БПЛА от точки старта, напряжение батареи и прочее. Как только обнаружен пожар, оператор должен перевести управление дроном в ручной режим, откорректировать его маршрут при необходимости и направить в зону задымления. На основе информации, полученной от беспилотных аппаратов, оператор составляет отчёт. Работа дрона позволяет получить следующие данные. Направление распространения огня – потенциальная угроза от пожара населённым пунктам, хозяйственным объектам, локализация очагов возгорания, распределение служб тушения пожара по зоне горения. По итогам анализа принимаются решения о тактике тушения пожара, распределении ресурсов, подъездные пути и прочее. В зависимости от цели осмотра определяется высота полёта дрона. Низкий полёт помогает выявить точечные зоны пожара. Особое внимание уделяется состоянию пней древесного хлама. Комбинация оптических и ИК-камер, установленных на дрон, позволяет обнаружить скрытые очаги возгорания. Работа беспилотника способствует не только качественной своевременной разведке, но также контролю за работой команд по тушению пожара. БПЛА используют для анализа подъездных путей при ликвидации возгорания, для выявления направления эвакуации в случае возникновения непредвиденной ситуации. Отмечу, беспилотные летающие аппараты – незаменимая помощь, патрулируемые службам в мониторинге и ликвидации пожаров. Дроны способны совершать непрерывный полёт, фиксировать информацию о распространении огня даже в малодоступных зонах со слабой видимостью. В рамках мероприятий, проводимым нашим 54-м отрядом противопожарной службы, совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Артёмовского и Рижевского городского округа и Росгвардии, беспилотникам не было зафиксировано на территории Артёмовского городского округа ни одного очага возгорания. Это говорит о том, что профилактические работы с населением по формированию осознанного отношения наших жителей пожарной безопасности дают положительные результаты. Тем не менее, хочу еще раз напомнить, что на территории Артёмовского городского округа действует особый противопожарный режим, который полностью запрещает любые действия с открытым огнем. В связи с этим следует оказаться от выхода в лесную зону, использовать открытый огонь, разведение костров, а также сжигать сухую траву, мусор на придомовых территориях. Помните, любая неосторожность в обращении с огнем может обернуться бедой для вас и для других людей, для леса и всех его обитателей. Стоит отметить, что беспилотные летательные системы будут задействованы для мониторинга территории Свердловской области до завершения весенне-летнего пожароопасного периода. Продолжение следует...